В прошлом своем видео я показала, как без всяких хлопот можно размножить взрослые кусты фаленопсисов и из одного растения получить как минимум два. Сегодня же я хочу показать, как, на мой взгляд, правильно надо обрезать отцвевшие кусты фаленопсисов. Ведь правильная обрезка – это залог длительного и пышного цветения этого замечательного растения. Очень часто сталкивалась я с такими моментами, когда цветоводы-любители жаловались на то, что после основного цветения покупного растения больше они не цвели. И такой продолжалось и год, и два, и иногда три. И когда я их спрашивала, что же вы с ними делали после цветения, мне отвечали, ну, как советуют часто в интернете, обрезала цветонос. Так вот, обрезать цветонос после цветения ни в коем случае нельзя. Вернее, это можно делать только тогда, когда цветонос по какой-то причине полностью усыхает. Вот как в случае с этим растением. Тут вот видно, что цветонос начал желтеть, сохнуть, и, естественно, толку от него уже не будет. Все, что вы видите здесь на подоконнике – это так называемое домашнее цветение. То есть моим кустам уже более двух лет, и все они цветут уже, скажем так, на молодых отрастающих цветоносах. И цветут они, ну, не сказать, чтобы круглый год, но с очень маленькими перерывами. Сейчас январь месяц, это северное окно, солнца здесь, в принципе, никогда не бывает. Никакого дополнительного увлажнения, опрыскивания я не провожу. Никаких страшилок с еженедельными купаниями тоже не приветствую. То есть поливаю обычной водой из-под крана где-то раз или два в неделю. Ну, в зависимости от того, как батареи греются и насколько просыхает почва-грунт. И, на мой взгляд, цветение, ну, довольно-таки достойное. После основного цветения надо внимательно посмотреть на цветонос. Вот на этом растении, не знаю, как тут будет видно, не очень. Кончик цветоноса, пытаюсь сфокусировать, не очень видно. Кончик цветоноса довольно-таки еще упругой и видно, что почечка как бы развивается. То есть вот такой цветонос полностью оставляется. И ждем дальнейшего развития вот этой вот краевой почки. На многих же других кустах часто вот эта вот крайняя почка, она малоразвита или такая усыхающая. Естественно, ее оставлять нет смысла. Здесь вот я вам хочу показать, насколько пышно ожидается цветение у моего куста после правильной обрезки. Здесь везде вот идут, собираются цвести побеги третьего, иногда и четвертого порядка. То есть это идут все ответвления от основного начального побега в сторону. Вот он идет один, потом вот второй побег зацветает. Здесь вот побег вообще третьего порядка от, как говорится, третьего ответвления. Значит, что основное в обрезке? После цветения, как я уже говорила, если засыхает, то, естественно, мы обрезаем. Во всех остальных случаях мы сохраняем по максимально вот этот вот цветочный побег и обрезаем до первой вызревшей почки. Сейчас постараюсь показать, что это такое. Вот уже куст практически доцвел. Кончик здесь суховатый, то есть ждать его дальнейшего развития этого побега бессмысленно. И вот мы смотрим, после вот этих вот всех мест, где были цветочки, вот расположена одна вегетативная почечка. Она уже довольно-таки вызревшая, потому что на ней чешуйка такая высохшая. Но бывают и невызревшие почки с зеленой чешуйкой, ничего страшного. То есть самое главное в обрезке, это дойти до первой вегетативной почки. Вот как раз выше нее мы и резанем. Таким образом у нас осталась вот эта почечка. И с нее мы будем ждать развития дальнейшего побега. В данном случае это уже будет побег третьего порядка. Вот он идет первый, вот это идет второй. И вот с этой почки пойдет новый цветонос. В таком виде растение постоит недельки 2-3. И если эта почка не тронется в рост, тогда я ее простимулирую цитокининовой пастой. Цитокининовая паста, вот такая вот, она в принципе продается практически во всех семенных отделах. Там ее надо буквально малюсенькая горошинка с размером с маковое зернышко. Снимается вот эта вот верхняя чешуйка и иголочкой сверху обрабатывается. И буквально через 7-10 дней начинается рост нового побега. Ну, как пишут в инструкции, это стимулирует именно развитие как бы дочерних розеток. Но у меня за мои года увлечения полинопсисами ни разу детка не образовалась. Образуется исключительно новые цветочные побеги. Ну, в принципе, это и не так уж и плохо. Потому что любоваться вот такой вот красотой, когда за окном серо, тоскливо, нету привычных нам летних красок, очень приятно и радостно.